Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Балак продолжается. Она говорит об уникальном явлении. О силе слова, о силе отрицательном и положительном. Балак пытался проклясть еврейский народ. Что такое проклясть и описывается в этой недельной главе. В общем-то, нам говорится о том, какая колоссальная сила есть у слова. Очень многое зависит от нашего умения пользоваться языком. Язык дан человеку для того, чтобы поддерживать существование тела и души. Ну а поскольку люди погружены в тему материального мира, то они часто ставят не только телесное перед духовным, но и выводят из себя такие слова, которые ведут, как к сожалению говорят наши мудрецы, к истреблению души и уничтожению тела. Имея возможность выбрать жизнь, они идут по дороге противоположной жизни. Всевышний дал людям абсолютную свободу выбора. И сказано в Торе, смотри, я даю тебе сегодня жизнь или добро, смерть или зло, выбери жизнь. И вот написано дальше, что действия человека могут привести его к жизни или к смерти. И речь его точно так же может привести его к жизни и смерти. Сказано, самые замечательные слова какие? И жизнь и смерть во власти языка. То есть нам все сказано. Язык это одно из самых сильных оружий у человека. Языком можно уничтожить дружеские отношения, разрушить семьи, нарушить мир. Все, что хочешь, можно сделать благодаря языку. И в то же время можно сделать обратное. Можно скрепить семьи, можно усилить отношения. Не проклинай народ, говорится в этой недельной главе. Всевышний запретил Балаку проклинать евреев. В век радиоволн, интернета, многие задают вопрос. А в чем заключается вот эта сила проклятия? Что это за неведомая ученым разрушительная сила нехороших слов? Хазон Иш, был такой выдающийся еврейский раввин, пишет в книге Хошен Мишпад, что даже положительное иногда впечатление, высказанное в нехорошей компании, в неправильной компании, публично может навредить. Положительное. Надо всегда сдерживаться немножко. Раби Нахман из Братслава говорил, что любой мысли, и тем более слово, есть мощнейший потенциал, который способен изменить ситуацию в любую сторону. Раби Элеезер в Талмуде, в трактате Сан-Кедрин, говорил, что человеку стоит вести себя всегда очень аккуратно. Особенно в таких сомнительных компаниях, где дурной глаз может восторжествовать, чтобы нам не причинить вреда. И несмотря на то, что ученые не могут по сегодняшний день, пока что, сказать о силе сглаза, ничего определенного, надо тогда слушать наших законоучителей, которые разбирались в этом вопросе. Они нам сказали, что в словах заложена огромная сила. Поэтому надо воздерживаться от негатива в адрес ближнего, да и себя тоже. На себя тоже нельзя говорить. Потому что себе можно так же повредить словом, как и любому другому. А каким образом вообще сглаз может повредить? Знаете, говорят, что переходит, вот каплисты говорят, телепатическая передача или перекачивание недобрых мыслей и переживаний ненавистнику в ауру того, кому завидуют. Дело в том, что проклиная, вкладывают в слова внутреннюю энергию. Что касается хороших слов и пожеланий, они обычно произносятся, как дань какому-то без внутреннего подъема. Нелетко случается, что человек, его позитивная и негативная составляющая, они примерно равнозначны и уравновешиваются, и нейтрализуют друг друга. Поэтому хорошее слово, иногда хорошее слово, может перевесить в одну или другую сторону. Он также и плохое может перевесить. И все же, мудрецы говорят, что дурной из глаз действует на того, кто что боится. Получается, что с глаз действует в такой степени, в какой его опасаются. И вообще известно правило, что тот, кто слишком боится какой-то конкретной беды, притягивает ее себе. Надо помнить, что человеку даны два глаза, как был такой Раби Мейер из Перемышлян, он сказал, что у человека есть два глаза. Один, чтобы видеть свои недостатки, а второй, чтобы видеть чужие достоинства. Все, больше ничего не должен видеть. Небеса судят человека по тому, как он судит других на земле. Это потрясающая формула, которую надо запомнить. Каждый раз, когда мы оправдываем даже, ну, кого-то, да, мы в себе, помогаем себе. Если ты благословен вообще к людям, то на небесах будут судить тебя благословно. Если ты придирчив, критичный, еще и про других начинаешь излагать мнение, то небесные ангелы написаны в метро шаг, что говорят о тебе. Человек не должен постоянно помнить, что осуждая любого человека, любого другого, он выводит небесный суд для себя. Нечего вообще говорить о другом. Хочешь похвалить, хвали Всевышнего. Хочешь обругать, ругай себя. Еще раз хочу сказать, сказали мудрецы, того, кто оправдывает ближнего, Всевышний оправдает. Потрясающая формула, можно ее запомнить и применять в жизни. Прохава от Слаха, всего самого лучшего, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова